ребят всем привет доброе утро у нас наступило солнце поднимается все замерзла то что вчера легко проломалась под ногами сегодня как бы дерзла вездеход в мерз мы будем одеваться потихоньку надо сказать вчера здесь было гораздо теплее принципе и здесь и сейчас теплее чем на улице только чуть-чуть солнце появилось даже с открытыми отдушинами пару щепочек и и хватит уже запас но я думаю с этого должно все разгореться что-то пошло у нас палатки нагрелась мы открыли дверь у нас завтрак благодаря герасим васильичу вчерашним вчерашних его усилив привет народ ночью вот я очнулся все поедем проверим жерлице и на дальний кордон за огромными окунями огромные относительность относительно этих должны быть огромный посмотрим ну что ж ребят ни одна поставуха не сработала хотя местные нас разные источники уверяли что здесь со щукой все хорошо суда не добраться то ли щука спит то ли погода чудит то ли у нас руки из одного места то ли мы местную щуку ловить не умеем так чтобы из 15 ни одна не взяла такого не было еще ладно поехали на другое озеро попробуем там посмотрим окуня может покрупнее там хоть что-то половить что мы не за рыбой мы на рыбалку хотя это даже не рыбалка была так походу рыбалку мы уже попутно хотите вкусно готовить на природе дома в городском парке вам нужен мобильный газовый гриль о грилл с ним вы станете точкой притяжения в любом месте проверено нами и временем скидка для подписчиков по ходу герасим шар ссылка в описании поход ребят нас удался на славу да вот так вот получился по ходу по раз таки все поехали давать пока еще солнце не вышло не растопила всю эту автостраду но самашка ребят гуляла ночью рядом с палаткой мошка-машка-росомашка да приходил по нему косолапая гуляла вот так увидев следы росомахи и зная насколько она вредная животинка я переживал что она разорит палатку во время нашего отъезда отъезжать мы собирались на целый день и как бы если она придет то будут лохмоть от палатки ну что ж давайте будем переживать и смотреть что было дальше на целом вот так вот и вот 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Мокрый снег Под снегом вода Добавил DimaTorzok 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 Мне кажется, здесь не надо в лес забираться. Мне тоже так кажется, потому что он прийти пройдет. Да, мы лучше сейчас по речке пройдем. Смотрите, что в лесу. Как я уже говорил, начали проваливаться, начали чуть-чуть застревать. Остановитесь, дайте вперед или назад, то есть обратным ходом, чтобы выйти. Я же, вы видели, уже прокопал до мокрого снега, вырвал его и у меня уже ничего не получится для того, чтобы стронуться. Просто можно будет сдвинуться. Подождать можно часика-два, может быть снег подсядет, размоет его там, еще что-то. Но мы решили опять воспользоваться услугами лебедки. Хорош, стой! Все! Все, майну и помалу. Хорош, стой! Титом! Хорош! 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 А колеса спустят? Субтитры сделал DimaTorzok Да, 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 да Тихо, 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 тихо Тихо, тихо, тихо Тихо, 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 тихо да вот тебе и кисельные берега вот так ребят короче такой снег очень коварен нам надо было по речке проходить была ошибка по такому снегу забраться в лес еще недалеко забрались но все равно тут крутимся мутимся нам осталось то 600 метров счет парике пройдем все там мы пойдем вырвались О, двойной лед какой! Дина опускается под нами, мы вместе с ней постепенно тоже опускаемся. Течение какое хорошее здесь, выбраться мы потом еще. Да. Да. О! О! Сделано, не меньше. Вон озеро Вот машина Да Будем наказывать С помощью операции Нужно выверхать с Васильевича Я сейчас беру Передим эту кашу Нормально Ничего не надо Правильно Выбранное давление Смотрите 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 Мой Нормально Сюда! Сюда! Ура! Слухая гладь! Вот такое общедоступное озеро, в принципе, на которое можно проехать на любой переднеприводной машине советского производства. Ну и позже российского. Проще говоря, я бы тут на своей девяточке пролетел, как фанерка над Парижем. Сейчас посмотрим, стоило оно того или нет. Это пробирание. Да, ребятки, чтобы сюда добраться, нам пришлось размотать лебедку. Очень глубокий снег, под ним очень много воды, но мы добрались. Сейчас посмотрим, есть ради чего добираться или так себе. Так, воно дырка есть. Ну что, Калипсич, давай показывай нам огромных окуней. Вон, окунь был. Куда глубже, я еще не на дне. Окунь есть, ребята. И вроде как покрупнее. Сейчас посмотрим. Что, Калий несколько, да это самое, половим походим. Ну вот. Мишань. Такой размер-то поинтереснее уже. По поле. Хотите есть вкусные домашние консервы в походе? Для их приготовления нужно автоклав. Электрические, газовые и походные автоклавы от производителя. Скидка на весь ассортимент товаров по промокоду Герасим Шерам. Ссылка в описании. Окушок такой, уже получше посмотрите. Ну, по сравнению с тем, что был. получу уже куда лучше иди иди повезло тебе так ребят практика показала что окунёк здесь покрупнее ребятки мишка сегодня проснулся с рассветом солнца вы меня разбудил только не учел что эти солнце в 4 утра встает я сейчас время смотрю пол девятого как так мешали говорю он додумал как у нас часов 7 расцветает вот так вот попались он сел так ну что ж ребят вот мы исчерпали бак солярки где-то помяли канистру пока лазили будем заправляться будем заправляться солярки у нас на дорогу домой и еще немного чуть-чуть ужас ужас миша рыбы нету мишаня жесткий обман жесткий ты меня на нерыбное место посадил специально мишка меня поставил мишка знал что ему заправляться надо поставил меня на нерыбное место чтобы ему завидно не было я могу рыбу ловить ему заправлять надо вездеход вот такой вот мишка злодей а вы все говорите рубаха парень проще его нету фиг там можем кольцо на парень какой-то себе на уме да так ребятки произвели мы до заправку сейчас поедем жирных окунев искать здесь никаких вообще не было так новое место что ж ты нам принесешь давай калипсич покажи нам здесь рыбу модно клевую классно жирную рыбу покажи нам голову ему не забури где-то здесь камень да здесь есть дно на дне нет никого ах никого 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 никакого окунёку неплохой вот тут есть сразу так ну что пробуем изловить местных гигантов он слышь василий карельский дятел стучит опа о миша вот это уже да вот это уже интереснее ребят мужей доставать приятно тихо ты но тут как в гольфе ребят переходим на вторую лунку этом лежу у тебя макароны шевелятся макароны там у тебя шевелятся черные сейчас я чуть достану оттуда дрен-дрен-дрен-дрен-дрен-дрен-дрен-дрен-дрен-дрен-дрен-дрен-дрен ухты да что ты все посинявки одни а чет походу у них жор начался за жабру попался да что такое не успеваю опустить уже за ребятки крупняк давайте давайте пузатые пойму не пойму немного и он весь мелкий и это не прикольно так с почином у меня трофей он лишь лежит в майонезную банку не пролез вездеходов должно быть много и разных предлагаю вашему вниманию вездеход лесник м север простой недорогой и надежный вездеход для тех кому не надо выполнять сверхзадачи при покупке приятный бонус по коду герасим шер подробный обзор вездеходы в описании так соревнования кто быстрее поймает мишкиной лунки слышь ты мою окунь не поймал какого гиганта вообще вот толстопудово ко мне ко мне ходил то есть ты пришел ко мне в мою лунку ловить ну у тебя по нисходящее идет по чему как можно выложить прямо да дела мышань ну то лунка она вообще была как лифт просто работала все что-то у меня с уловистостью не складывается сегодня васильевич меня обгоняет сейчас как поймаю окуня не ножа ореха нам надо не но мы в принципе можем узнать как твоего в середину положил а те мелкие да и потом обложим маленькими по кругу даже как лепесточками все лишь у меня тоже но это вот он даже системой самооцепления не он просто зажал блесну поперек ну чё мишане я знаю как это называется это называется галяк надо ехать на потяг ловится хорошо все ребятки в собираться ехать эх ты весь мой крупняк разогнал а КОНЕЦ Ну что ж, друзья, будем заканчивать наше повествование Нереально уложить весь этот день в полчаса И мы его поделим на две части Так что все, что было Про щуку Про то, как я провалился в плыню Все будет в следующей части Ставим лайки, пишем комментарии И подписываемся, кто не подписан Удачи!